Телеканал КРТ представляет. Нет плана экономического развития ни у одной страны, нет этого плана у другой. Потому что если бы был план, нацеленный, конечно же, на улучшение жизни людей, то в соответствии с этим планом определялось то необходимое количество денег, которое должно быть для обслуживания этого плана. А поскольку такого плана нет, то нужное количество денег уже определяют другие, те, кто имеют свой план развития как Украины, так и России, согласно их уже интересам. И этим определяется то количество денег, которое запускает исполнитель тех команд, которые выдают частности МВФ, выпускает соответствующее количество денег. И неважно под какой критерий. Как правило, этот критерий один. Обеспечить стабильность национальной валюты. Поэтому это зависит от того, сколько МВФ, пожалуй, дать кредитов Украине. Не даст, соответственно, гривна должна будет просто резко упасть, потому что за ней стоит именно обеспечение валюты как доллар, евро. А если даст, то гривны держатся. Но при этом за то, что берет Украина в долг, в кредит, она будет расплачиваться своими материальными ресурсами, своей землей, потерей уровня благосостояния граждан. То есть, приходится признать, что мы и Украина, и Россия, я тут их не разделяю, мы живем по чужому клану. Причем, что интересно, последнее заседание, которое было до власти в феврале 2020 года, тот же самый председатель, Клаус Швабе, он сказал, что наступает время парада национальных суверенитетов. И мир должен становиться полицентричным. В частности, пандемия для этого, в общем-то, где-то и присутствует, что появляются те самые границы, которые вынуждают страны остаться один на один со своими проблемами. И каждый выбирается как может. Но ни на Украине, ни в России пока нет у правительства никаких представлений о том, какой должен план развития экономики страны. И отсюда все идут беды. Потому что, конечно, мы можем сказать, что имеется такой план антикризисного у правительства, как у любой страны. Но национальных дерево нет. Знания экономические и там, и там потеряны. Они, на мой взгляд, спустились, в этом случае, могу сказать, ниже Плинтуса. И надеяться, что с такими кадрами, которые мы 30 лет практически выпускали, и можем вытаскивать страну, одну и вторую из глобального кризиса, очень сложно. Не сложно. Надо специально запускать подготовку кадров, понимать, что такое план экономического развития. Но сегодня любого вашего члена правительства, включая там председателя правительства Украины, задать ему такой вопрос. Как вы видите, план экономического развития Украины, причем доказательный. Потому что слово план, вот тут часто путают, считают, что если она говорила много слов, то это план. Или нарисую какую-то дорожную карту, какие-то меры, это план. Нет. Надо всем напоминать, что план – это алгоритм действий, ввязан по исполнителям, по срокам, с тем, чтобы достигать поставленную цель развития. Вот этот алгоритм у них отсутствует, только пустые слова. При этом каждый из руководителей может говорить о неких темпах экономического роста, который, ему кажется, достигнет к такому-то году. Но при этом он не алгоритм действий. Это, собственно, плана развития экономики, исходя из того, где мы находимся и как нам двигаться, за счет чего, куда мы направим наши инвестиции, чтобы действительно достичь темпа экономического роста. Вот этого плана, как алгоритма действий с доказательством, где мы будем, нет ни у кого. То есть это просто сказки о том, фантазии на тему просто поговорили. А люди слушают, и их это вполне устраивает, потому что знаний ноль стало в экономике. И отсюда вся беда обоих государствах. Это действительно трагедия. Если так будем относиться к экономике пренебрежительно, то вы же понимаете, сколько ни призывай, ни кричи, на какие проекты, программы мы не будем выполнять, и завтра будет жизнь лучше, и во всем виноват сосед. То экономика этого ничего не услышит, она торжественно продолжит свой путь вниз, и каждый раз граждане будут становиться еще более злее, еще более недовольными, и будут опять-таки развлекать сказками о том, что виноват ищите тех, кто не сделал вовремя реформы. Ну какие реформы, какой сосед, у вас нет просто плана, нет четкого алгоритма действия, потому что вы в экономике знаний имеете ровно ноль, если не ниже. Я это говорю абсолютно спокойно, потому что я могу любому доказать, что знаний ровно ноль. И никто не выйдет со мной в это время на дискуссию, потому что он сам знает, что знаний ноль, он не знает, что делать с экономикой, он тупой исполнитель тех указов, которым он поступает свыше. И поскольку, собственно, внутри страны не хотят слушать никого, мы же самые крутые, мы стали руководителями, то слушают международные экономические организации. А те, у которых знаний тоже ноль, и которые думают, ну и пусть они нас слушают, мы будем рисовать свою валюту, кидать им, они жадно ждут, под нее держат свою гривну, а нам заменно эту валюту нарисованную будут отдавать свои материальные ресурсы. Вот и вся игра, и она продолжается уже 30 лет, и люди беднеют, потому что нарисовать или, допустим, что-то произвести, даже ту нефть или газ, ее же надо достать, затратить какие-то силы. А тут дорисовал, и все довольны, и смотрят в рот дальше, рисуйте нам еще. Ну и дорисовали, что уже потеряли практически и свое производство, и потеряли образование, и поэтому дальше сидим и ждем с открытым ротом, сколько нам дадут. А ведь Шваб сказал, идите вперед к своему национальному суверенитету. А как идти? Ведь не хотят идти, потому что не знаем, как. А ведь для этого и требуется организация, вот то, что вы делаете сегодня, требуется организация специального такого круглого стола, где сидят представители-производственники, как промышленности, сельского хозяйства, транспортники, строители, которые будут прекрасно понимать, что именно требуется создание условий для развития материального производства, чтобы оно работало, на улучшение жизни людей. А так, когда они обращают внимание на специалистов, а только языком щелкают, говорят о реформах. Ну какие реформы, если у вас нет плана? Реформа – это игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова